МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельском районе вызначили еще 127 товаристов для ведения садоводництва. У центра Гомеля отбылось ДТЗ з уделом пяти авто, виноватый нитьварозый водитель. Строгий дресс-код и этикет. У Калинковичах пройшел первый молодежный православный баль Туровской епархии. Голосы с минулого выстава раритетной гукозаписной техники открылась у Гомельским палацево-парковым ансамбле. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Чистый прибыток акционерных товаристов у Гомельской области в минулом году вырос на 36%. Как поведомила директор фонда, у Гомеля обломаемость Катерина Зянкевич одночасово на 46% скратилась сумма чистых страд. По показчиках рентабельности, властного капиталу и сукупной акционерной доходности на лепших выниках досягнули 10 предприемств. Сирот их, например, «Спартак», «Гомельский белково-тлушчевый комбинат», «Мазырский ДСК» и «Коминтерн». На Гомельщине нема проблем с набытем земельных участков для жильевого будовництва и ведения садоводництва. Только в Гомельском районе прозаукционы можно набыть участки в 127 товарыствах. Ситуацией потекавился Олег Сентяроу. И аж 6-7 годов тому тут находились излучайные, хоть и не вельми уродливые палетки. Сегодня «Червоный маяк» – одно из самых престижных мест для индивидуального жильевого будовництва. Правда, как скоростаться максимальностью проживания на природе, необходимо иметь отповедные сродки. Стоимость земельных участков в «Красной маяке» колеблется от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. То есть достаточно дорогие участки. Для того, чтобы все граждане могли, скажем так, имели возможность приобрести эти земельные участки с аукционных торгов, мы также формируем участки в Романовичах. Там начальная стоимость у нас начинается от 50 тысяч рублей. Разом с ним шансы побудовать индивидуальное жилье выкористовываются не все. Навод, когда находятся сродки для набыття участка «Прасаукцион», их можно не хапить для дальнейших обыдовництва. Это, до речи, тратится и семьи в злику и льготных категорий. За два прошлых годы только землеупорядковальная служба Гомельского гарба Конкама конфисковала больше 300 участков. Все лета эта работа будет протягнута. По закону, на протягу первого года на участку необходимо попадать хотя подмурок. За два наступных годы дом поддах. По дворотному выпадку участок конфискует и снова выставит на аукцион. Уладальнику, зразумело, нечто компенсуюсь, а ли наврать вот такие подмурок, каштой шмат. При наявности сродков без проблем сегодня можно набыть и участки для ведения садоводництва. Только в Омском районе вызначены 127 товариств, где земля реализуется просто аукцион. На сегодняшний день у их продаде на поколь только 22 участки. Прикладный кошт одной сотки 670 рублев. Середний по миру участка от 10 до 15 соток. Положительным фактором является месторасположение данных участков. Данные участки находятся вблизи леса, водоема и недалеко от города. У земли у порадковальных службах заполнивают. Зараз дефицит у земельных участков нема. До речи жилёвое и тесодоводницкое будовництво для державы мая и иншие плюсы. Во-первых, больше великий попыт на будовничные материалы, что активизует работу от поведенных предприемств. А во-вторых, повышение занятостей непосредственно самих будовников. Олег Сентеров, Евгений Матейенко, телерадио компания «Гомик». До инших тем. Стали вядомы причины дорожно-транспортного здарэння зуделом пяти автомашин, якой отбылося напередадні на улице Хатаевича областного центра. У суты к ней не виноваты не твярозы водитель. Об этом сёння поведомили в управлённі ДАИ Гомельского облавы «Канкама». Нагадаем, незвычайная для Гомеля ДТЗ отбылося неподалёк от нового универмага. Водитель автомобиля «Аудзи» на худкости, якая перевышала дозволенную, урезаўся у «Ниссан», что стоял на светлофоры. Той у свою чаргу – у наступный автомобиль. И таким чынам у «Авары» прынялі ў дзела дразу пять автомашин. Ауто виновника «Авары» не падлягае адновленню. У «Аутохлам» хочэй за ўсё отправіцца и ўседарожнік. Дарэчы, калі б яго не оказалася на шляху «Аудзи», то пацярпелыми у «Авары» могли б стаў дзеці. Яны знаходзіліся на заднім сядзенні автомобиля «Опэль», які ў ланцугу автомашин стоял перад «Ниссанам». Результат дорожньо-транспортного происшествия водители, а також пасажиры данных транспортных средств, в том числе водителя автомобиля «Аудзи А6» не пострадали. На сьогоднішній день установлен факт употреблениў водителям «Аудзи А6» алкогольных напитков. То есть он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту данного дорожньо-транспортного происшествия проводяться проверка. До купальнага сізону ў Гомерскай в області полнастю падрихтаваны 34 пляжы сарака трох. Санітарны стан і добраў парадкавання ўсіх зон адпачынку каля водных аб'єктав оцанілі спеціалісты. Выявленые недохопы треба ліквідаваць до конца гэтагатыдня. Асновная увага пачас маніторынгу надавалася свойчасовый уборцы тэрэторыі, афарбоцы і рамонту малых архітэкторных форм. Основная проблема, які були выявлены ў выніку проверок, отсутність туалетів і контейнерів для смеття. По якості воды зараз претензій ў санітарно-эпідеміологічній служби нема. Однак дать докладну ў оценку Йаестану практично немахчыма ўсувізі з пастоянной зменой надвор'я. Уперед масового купання спеціалісты будуть регулярно проводять лабораторные доследування відповідності воды параметрам безпеки. Контроль буде осуществляться на пастоянной основе. В случаях, якщо пробы воды не будуть соответствувати установленным требованиям безопасности, по представлению главных врачей территориальних центров буде направляться ходатайство в администрацію, либо в райсполкомы с вынесением решений о ограничении приостановлении, либо запрещении купання. Обласный Батьковский Сход сёння у телевизийным эфиры. Гостями студии ток-шоу «Головная тема» стали представники батьковских комитетов усіх без выключения районов в області. Разом со спеціалістами сферы эдукації яны примали у делу обмеркованні проблем професійной ориентації молодзі. Особное питання – конкурентаздольність на рынку праці рабочих спеціальностів. Глядіці програму сёння у 19.20 на телеканалі «Беларусь-4». Строгі дрес-коды, етикет, паланез, полька, французський, русський, навод ірландський вальс. У Калінковичах прайшоу першы молодзёжны православны баль Туровской епархі. Падрыхтовка до яго пачылася задовга да правядзення. Каб освоять классічные танцы, удельники некалькі месяца убрали уроки. Усяго у святі прайнялі у дзел прикладна 30 пар. Дарэчы, організаторы мероприємства упэўніны. У Туровской епархі зараджаецца новая традиція. Падрабязнасті у наступным сюжеті. Урачыстым паланезам, строга і згустам, яны адкрываюць першы православны баль Туровской епархі. І нехай гэта стіны спортзалы, ані палацца адказнасті ў юнакоў і дзяўчат не менш. Бо правядзенне балю – свята, на якім ўсё павінна быць выдатна. Падрыхтаўка да ягоні абмяжоўвалася аднымі толькі танцамі. Абавязковы пункт – вывучэнія бальнага етыкету. А яшчэ – новая знайомствы, каб разам далучацца да прыгожыга. Каждае выходное проходила репетіція по два-три часа. За време репетіцій рэбята очень здружыліся. Каждая пара бралі з разных школ. Всі начали, ну, как-то, місці апчаліся. Как-то дружны стали работать дружны. Сяроды глядачоў – працтавнікі духовенства, улады, бацькі, а таксама малочыя, браты і сёстры. Яны пакуль яшчэ у балі не ўдзельнічаюць, а лі атмасферай пранікліся. Всі очін красивыя, нарядныя. А і ісчэ будзе балетныя танцы. У балі ўдзельнічала прыкладна трыццэць пар. Гэта вучні калінкавецкіх школы – студэнты Мазырскага педуніверсітэта. А лі долучыцца до класичних танців организаторы пропанували усім жадаючим. У перапынках поміж вальсам і Мазуркой проводили майстер-классы. Это всё то, что поспособствует воспитанию, культурному воспитанию нашей молодёжі. А когда наша молодёжь будет воспитана, то будет и общество воспитано, потому что они совершенствуются, они возрастают. После себя они оставляют более молодое поколение, которым, надеемся, они тоже будут передавать всё светлое, доброе, чистое. Православный балю Туровской епархии вырошили зарабить, что годовым, бо мінавіта таке мероприємства буджаюць у душах молодых людей лепшые почутці и накеровуюць до пошуку саправдной духовной пригажості. В Ольга Халадович, Алеса Рудзянкова, телерадиокампанія Гомель, припатрымцы АТН, Скалінкавічаў. Тымчасам у Гомелі таксама звернуліся до традицій минулыха. Экспозиція раритета у гукозапісной технікі открылася у Палацы Румянцевых и Паскевичаў. Фонографы, грамофоны и патефоны канца 19-го, пачатку 20-го стагодзя знаходяться у приватной колекции Игора Борисевича. И она, до речи, з'являецца найбуйнейшей в Украине. На выставе у Гомелі можна убачыць каля 70-ти экспонатов. Самые ранние – фонографы Томаса Эдысана. 1898-го и 1900-го гадоў выпуску. Самые вялікі экземпляры – концертныя грамофоны, які ставілі на паркет ў бальных залах. Самый маленькі – портатывны кишэнны грамофон. Экспонаты знаходяться ў рабочым стане, і на ведвальнікі змогуть пачуть гуки і галасы минулой эпохі. Мені нужно було купіць подарак, і хотіла ж делаць оригінальный подарак. Я дошёл в антикварный магазин, і вот увидел портатывны такой небольшой чемоданчик, он і был исправный. Я ў приобрёл, принёс домой. Всемі меўнам ўсё понравилось. Я ў, естественно, подарил, но увлёкся. Стал читать в интернете, стал искать, стал ходить на пашынные рынки, стал разбирать их, ремонтировать. І так постепенно оно всё и прерастало. Каля пяти тысіч беларускіх рублёў собрано налячэння чы трёхгадовага гамельчаніна Вячеслава Жаковськаха. Пачас добрачыннага концэрта ўсё фарбы жыця для тябе ў Гомелі. Концэрт наведала больш як тысіча чалавек. Сродкі будуть пералічэныя на рахунак, адкрыты ў патрымку хлопчыка с тяжким онкалагічным захворванням. Рэспабліканскі марафон ўсё фарбы жыця для тябе проходзіць па ініціатыве БРСМ з 2009 года. Галуныя мэта – оказання патрымкі дзетям, якім необходныя дарагія апірацы, альбо медыцынская абсталявання. Так ў минулым годзе ў Гомелі па час марафону был арганізаваны збор грашовых сродкаў ў патрымку Кіры Куруленка. Зараз Дзявчынка знаходзіцца на лячэнні ў Германіі. Гомельская обласная організація БРСМ заклікае ўсіх небояковых людзей ўнесті пасільны уклады ў выратаванні жыця славы Жаковськага. Рэквізіты для пералічэнні недабрачынной допамоги вы зараз бачыцца на сваіх экранах. Їх можна знаўсті таксама на сайці Абкама БРСМ. Сё не азначаецца сусветны дзень аховына вакольнаха Сяродзя. З гэтай нагоды ў Гомельскім палацавапарковым ансамблі адбыласі экологічныя акція «Выратуем планету». Сё лята што гадовая меропрыємства сабрала каля 250 дзятей выхаванца оздоровлёнчых лагерав. Ініціаторы меропрыємства актывісты громадскага аб'яднанні «Аздэма» правялі для іх конкурсы і викторыны. У гульнявой формі школьнікі давядаліся шмат новага пра экологію і ахову природы, отрымалі інформаційныя буклеты і сувініры. А крамя таго юныя артысты Центра творчасті дзятей і молодзі выканалі пісні і танцевальныя нумары на экологічную тематыку. Это для того, што бы дзяти поняли, што окружаючая среда она дана нам для нашей жизни. И што бы они могли ёё как-то беречь, понімать, осознанно могли бы дружественно относіться к природі, к окружаючій середі. Дуб старожил, якому не менш як 350 гадоў расте ў Мазырскім районі. Вышыня гіганта, каля 30 метрів, діяметр ствола ў землі 2 метры. Обняць ствол могут чатыры дорослые чалавекі, узявшыся за руки. У планах спеціаліста ў Мазырскаго дослідного лязгаса зробіць участок лесу, дзі расте дуб міцам для туристычных і школьных экскурсій, уладкаваць экологічную стежку. Але для гэта гадрыву неабходна надаць статус помніка природы. «Конечно, це больша редкость, очень больша редкость. І то, что на самом деле есть у нас такое, это, конечно, благодаря трём-четырём поколениям, можно сказать, нашим. Поэтому, соответственно, конечно, нужно сохранить это достояние». Дарэча Мазырскі гігант не адзіны у Гомірськай в області. Дубы старожылы так само растут Тюхойницьким, Василевицьким і Будо-Кошалёвським районах. Туман із пякота і навальніцы. Надвор'я на гэтым тыдні не будзі адрознівацца пастаянствам. Дліжайші суткі адносна спакойнае. Пірамінная воблашнаць без істотных апаткаў. У наці іраніцца і махчымы слабы туман. Серэдня начнае температура складзе плюс адзінаццць. У дзень шыкаецца до плюс двадцати пяти. Дажжы пройдуць на тэрриторію регіонаў Сєраду. У асобных районах пройдуць на вальніцы с парывамі ветру да чатырнаццці метроў за сікунду. Прыгэтым дзённая температура па ветра досягне двадцати сямі двадцати девяти градусаў. У чатвер будзе меж спякотна да плюс двадцати чатырог. А вось дажлівы характарна двор'я захаваецца. У пятніцу шыкаецца перапынак на апаткі, але ў выходны адажжы знов аднавяцца. У суботу ў нядзелі ў начы прагназуецца ад плюс девяти да пятнадцати. У дзень паветра прагрыецца да двадцати трох градусав тяпла. Гэты, а так сама іншыя навіны вы можыці знаўсті на нашым сэйті ў інтернэці па адрасі www.tevergomil.by І на гэтым выпуск завершаны ў студы працывала Наталі Ігнатянка. Мы жыдаем вам толькі добрых навінаў. До новых сустрэчу ефіры! Субтитры создавал DimaTorzok